Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня я сразу вам показываю предмет нашего разговора. А предмет нашего разговора это вот эти воздушные корешки. Появляются они на прошлогодней лозе, могут появляться и на более старой древесине, в местах, где выходят побеги. Сейчас я показываю пример теплицы, но на самом деле появляются они на лозе и в открытом грунте. Что стало причиной, вызывает ли это беспокойство. На самом деле по причинам есть одна из версий, что идут какие-то повреждения. Часто это именно морозобоины, то есть из-за каких-то неблагоприятных условий зимой. Когда там немножко идет нарушение в тканях, ну и соответственно дальше идет образование корней. Вторая версия это, ну скажем так, благоприятные условия для вот этого всего. То есть теплая, влажная погода. Ну как раз у нас сейчас стоит и теплая, и влажная погода. Хотя, например, в тепличке, честно говоря, не сказать, что у меня так уже сильно влажно. Но тем не менее вот эти корешки, они пошли в рост. Вот, перешла на другую сторону, видите, идут они на всех сортах. То есть все-таки самая вероятная причина это погодные условия, которые провоцируют вот такой рост корней. Поскольку виноград на самом деле обладает довольно мощным корнеобразованием. и укоренять может практически все, что мы с вами видим наглядно. Многие заметили это явление только в этом году. Но на самом деле мы замечали и в прошлые годы. Например, на зилге у нас регулярно появляются такие штучки. Вот смотрите, они просто меньше. Видите? Причем на одной из. Вот. Раз. Вот там. Хорошо видно, что целая кучка таких корешков. То есть периодически мы это замечали. Надо ли что-то с этим делать? Вот смотрите, вот по конкретной зилге наблюдений, они вырастают где-то до сантиметра. Причем у нас на ней это было и в прошлом году, и в позапрошлом, и в позапозапрошлом. Хотя на других сортах особо не замечали, но может быть потому, что сильно не наблюдали. Вот они сами вырастают. Видите, сейчас они в таком зачаточном состоянии и могут в таком остаться. Могут вырастать где-то до сантиметра. И потом они сами по себе. Вот на другой стороне шпалеры. Видите, они более интенсивно растут. Сторона более теневая. На более солнечной меньше. Так вот, значит, эти корешки вырастают где-то до сантиметра у нас, как правило. Но потом сами по себе усыхают. То есть специально мы с ними ничего не делаем. Но иногда бывает такое, что эти воздушные корни все же растут хорошо. Видите, в тепличке некоторые из таких корешков, они значительно больше. Вот там тоже хорошо видно эти ножки. И они могут расти, расти, расти и прорастать прямо в почву. Ну вот, если они настолько сильно растут, то есть такой мы еще трогать не будем. Но если он раза в два увеличится, тогда можно будет его аккуратненько отрезать. По примеру, как иногда делают с растяными корнями. То есть, ну, такие корни, они нам не нужны. Мы их убираем. Но пока они такие маленькие, не будем лишнее травмировать растения. Ну и один, скажем так, из способов избавления от этого. Если у нас под кустом довольно сухо, там мульча уложена, например, или что-то еще, то, в принципе, со временем они сами по себе отсыхают и никаких неприятностей нам не доставляют. То есть, один из способствующих факторов – это благоприятная погода. Но тоже, если вы, например, по какой-то причине захотите укоренить вот такую штуку, то почему бы нет, смотрите, отращиваем корешки, вот у нас готовый побег, отрезали. Все, у нас готовы, взрослые, хорошие саженицы, ничего делать не нужно. Бывает еще такое может получиться, если у вас где-то повреждения. Я говорила про какие-то морозобойны, которые могут быть, но у вас, если чем-то там пережали, перетянули, тоже может такое получиться. Иногда это делают специально, чтобы получить корешки, ну, а в некоторых случаях природа сама решает вот так сделать. Ну, вот здесь, видите, они такие уже довольно большие. Пока еще их не трогаю, но если они хотя бы вот до сюда дорастут, то я уже их уберу. Если они вот так вот ниже, как там, в принципе, там сухая мульча. Я конкретно сейчас показываю в тепличке, там сухая мульча, и дальше, я думаю, что вряд ли пойдет. Но понаблюдаю, как только оно покажет, что эти корешки хотят уходить в почву, тогда я их убираю. То есть, обнаружив у себя на винограднике вот такое явление, не стоит бить тревогу, ничего страшного, просто наблюдаем, как только нам это начинает мешать, убираем. Либо проверяем, если были там какие-то механические повреждения, значит, тоже пытаемся их устранить. Ну, конечно, если надо, можем использовать такие вещи для размножения. Но на сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда, и мои контакты. И до новых встреч!